Меня что сегодня беспокоило? Вот вчера, когда организаторы давали нам программу, там было заявление, премьер-министр будет, там спикер будет, руководители фракции и так далее. Это о чем говорит? Вот я сегодня специально у работников ЦИКа спросил. ЦИК – это конституционный орган, но он не относится к властным структурам. То есть фактически сейчас идет игра в одни ворота. То есть мы с вами говорим, услышат или не услышат. Конечно, они посмотрят, услышат, но сделают вид, что не услышали. Поэтому я хотел бы очень четко и ясно, чтобы в нашей декларации было отражено ответственность самой власти за ситуацию в стране, за выборы и вообще за весь политический процесс в ходе выборов. Потому что все рычаги сегодня у них находятся. Сколько бы мы ни говорили, какие бы мы бумаги ни писали, какие бы круглые столы ни проводили, все-таки власть есть власть. Поэтому у меня просьба. Но у меня лично не уходит еще раз сегодня ощущение, что мы живем с вами в параллельных мирах. Власть в своем мире, общество в другом мире. И это касается и выборов. Они моделируют свою ситуацию, своих кандидатов и так далее. А общество бурлит по-другому. Но все ожидают, конечно, перемен. Поэтому я поддерживаю предложение Розы Сяковны и предлагаю отразить в декларации отчет президента потребовать. У нас ни один президент за всю историю, вы знаете, не отчитывался перед уходом, перед народом. И всегда события 2005-2010 года были как раз из-за отсутствия диалога между обществом и властью. Я хотел бы это напомнить. Поэтому вопрос, значит, отчета, потребует отчета у президента, надо включить в декларацию. Второе. Вопрос стабильности. Я думаю, что иногда власть кичится тем, что вот они хорошо работают, поэтому мы сохраняем стабильность. Ничего подобного. Я считаю, что это благодаря тому, что у нас здоровое общество и люди устали от всяких передряг и не хотят каких-то катаклизм и каких-то разборок. Снова в пучину, так сказать, смуты входить. Поэтому полная ответственность за стабильность сегодня на власти. Продолжение следует...